Та-па-па-па-па-па-па, испаньяла. Кстати, хочу поучить испанский язык такой красивый. Здравствуйте, меня зовут Руся, я вокальный имиджмейкер. В этом видео я бы хотела с вами поговорить с такой проблемой, как тихий голос. Вас приветствует умное приложение для настройки голоса Vocal Image. Здесь вы можете без труда тренировать свой голос самостоятельно, но под мягким присмотром профессионала. Диафрагма, гортань, связки, резонаторы, артикуляция, все, что создает наш голос. Грудной голос, постановка дыхания, сексуальный голос, все, что угодно. Vocal Image – ваш личный тренер в кармане. Наверняка вам знакомы такие голоса, запрятанные далеко, воздушные, очень тихие. Речь у такого голоса настолько тихая, что кажется неразборчивой, несмотря на то, что тихий голос может очень четко артикулировать каждый звук. Что делать, если голос тихий? Что это вообще означает? Голос наш становится тихий из-за того, что мы очень зажаты внутренне. Вот попробуйте сесть и зажмитесь так, как будто бы вы ощущаете крайнюю степень неловкости или смущения. И попробуйте поговорить. Реально, голос становится очень робкий и тихий. Для того, чтобы голос звучал громко и свободно, выдохните. Позвольте себе кайфовать от жизни, расслабиться, получать удовольствие от собственного звучания. Когда наше тело расслаблено, голос начинает звучать глубже, громче, более объемно. Второй момент. Тихий голос можно озвучить каким образом. Во-первых, нужно расслабить гортань при помощи различных упражнений. Часть вы найдете на канале, естественно. Нужно расслабить гортань для того, чтобы она не зажималась и не прятала голос, не делала его таким узким. Добрый день, уважаемые друзья. Добрый день, уважаемые друзья. Когда гортань расслаблена, мы получаем доступ в грудной регистр и голос становится не таким тихим. Он может быть тихий, но глубокий, и он может озвучиваться, подзвучиваться за счет резонаторов. Дальше. Важно научиться включать резонаторы, говорить не в себя, а из себя, чтобы голос стремился вперед. Это второй пункт. Третий пункт. Нужно построить правильное дыхание, выстроить этот навык звучания на опоре, чтобы, когда вы включаете опору, даже самый тихий голос становится мощным. Например, вот я хочу почитать ASMR. Если я не напрягаю диафрагму, не включаю звучание на опоре, мой шепот будет такой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Слышите, какая разница? Как только мы научаемся правильно выталкивать воздух, наш звук становится громким. И еще один момент, это, конечно же, артикуляция, даже самый тихий голос становится иллюзорно более громким. На самом деле он становится более четким и разборчивым, благодаря тому, что мы четко артикулируем каждый звук. Например, Каждая буква достойна уважения. Каждая буква достойна уважения. Слышите, какая разница? Еще раз. Where is my micro? Where is my micro, Николай? Каждая буква достойна уважения. Каждая буква достойна уважения. Во втором случае есть иллюзия того, что я говорю громче, но я просто активней шевелю губами языком. Вот и все. Такие нехитрые советы. Включение резонатор, а, расслабленное тело, включение резонаторов, прокачка резонаторных зон, четкая артикуляция. Вперед, товарищи, вперед! Тренируйтесь и пишите, получается у вас или нет. А что тут такого? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова